Микс Ньюс Внезапно возникшие и забытые кампании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам с 12 до 13 часов в программе «Подоплёка». На радио «Болтком». Подоплёка. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы продолжаем наш образовательный сериал. И снова в нашей студии эксперты, руководитель, основатель педагогического центра «Эксперимент» Пронеслав Зельцерман. Добрый день. Добрый день. И педагог Агинсканской гимназии, депутат Рижской думы Ивета Ратынико. Добрый день. В моих таких студиях, в плаваниях по интернету, я тут наткнулась на фигуру академика Ольдерта Лея Лаусиса, который своё образование начинал в Зельцерманской школе, в основной школе. И это, как выяснилось, самая старая школа в Курземе. Она была основана в 1796 году. И вот в 2016 году, в результате того, что в школе осталось всего 28 учеников, школа была закрыта. И вот я смотрю на эту ситуацию и думаю, что в маленькой школе, в небольшом посёлке мог вырасти наш сегодняшний академик, заслуженный человек, специалист по физике. То есть, ну, это было возможно и, наверное, это вот та мечта, которую, наверное, каждый может в своей душе носить, что ребёнок из любой глубинки может сделать в Латвии карьеру. И это реально так и происходило. Что сейчас происходит у нас? Сельские школы закрываются. И все понимают, что это вопрос такой, ну, как бы, очень чувствительный, потому что школа – это центр жизни, это центр культуры, образования, центр концентрации, семьи. Вот. И почему-то к этому процессу подходят чисто с какой-то финансовой точки зрения. Вот я хочу узнать мнение наших экспертов, почему так происходит и можно с этим что-то делать или нет. Ну, давайте я начну, да. 30 лет тому назад было большое исследование по всей стране, в том числе по нашей, да. Именно вот по этой проблеме там всех 300 участвовало, и академики, и аспиранты. То есть по сельским школам? Да, она так и называлась, проблема сельской школы, и нам была сформулирована задача, что вот это исследование должно дать ответ на вопрос, ну, тенденция уже тогда была, да, уменьшение их количества на исчезновение даже. В общем, ли… С сокращением сельского населения просто. Да, 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 да. Два года мы работали, у нас тоже интересные были в республике обсуждения, но, насколько я помню, у нас было однозначное решение, в отличие от многих других территорий, да, что в нашей стране, при нашей структуре и население, и размещение, там много факторов мы смотрели, сельские школы являются центром культуры региональными и местными, и поэтому они должны оставаться, не взирая ни на какие экономические основания. И в этом смысле много лет, у меня было одно исследование еще международное в 2000 году, где мы сравнивали городские школы и сельские, и у нас было два места опорных в сельских школах, это прекрасные школы по помещениям, но очень слабые по обеспечению педагогическими кадрами. А если прийти вот к 2020 году, я могу сказать, что в связи с интернетом, в связи с дистантным образованием, я думаю, сейчас вполне пойдет тенденция обратная, потому что можно жить в сельской местности, можно жить на свежем воздухе, можно быть в мировом культурном пространстве, конечно. И такая тенденция тоже есть, да, и есть и другая тенденция, конечно, тоже глобальная, когда определенная часть людей движется в город, и совершенно определенная часть людей движется за город. Так эти две тенденции есть, куда пойдет наша страна, мне лично кажется, ну если так экспертно оценить, то, конечно, надо ехать за городом. Илита, а ваше мнение? Ну я сама с деревни, скажем так. Я училась в Резакне, родилась в Веляне, но это даже в этом случае не важно. В принципе, с одной стороны, при каком-то числе учащихся в школе, если это очень низкий уровень учащихся, там уже больше даже, ну не знаю, даже патриотического мотивации есть, чтобы сохранять это, и школу уже, ну она теряется. Ну там просто логики уже больше нет. То есть в этой школе неинтересно учиться? Ну, просто нет возможности оплачивать труд учителя, и, ну, один учитель, увы, не может преподавать все предметы, не считая этот вот первый по шестой класс. Потом это просто невозможно. Конечно, филолог не может преподавать физику, там химию и остальное. И из-за этого много, надо много учителей, но им никак нельзя оплатить их труд. Это, это одно логика. Но, но я боюсь, что сейчас мы уже немножко, я очень перепрыгалась тогда, когда я увидела эти цифры, которые хотели протолкнуть через САЭМ, как обязательные. И в этом моменте вообще... Цифры, то есть квоты, сколько должны быть учеников? Ну, чтобы вообще открыть следующую ступень образования где-то. Это, это звучало ужасно, потому что вместе с этими цифрами никак не озвучивали другие критерии качества. Только, только цифры. И это, по-моему, ужасно. Значит, мы детей считаем только, ну, не знаю, ну, цифрами. И как-то по этому. Довольно смешно, но под эту статью тогда попадают все школы в рыжских, ну, этих отдаленных... Микрорайонах? Районах, там, Ветьми, Гравис, Болдырая, все эти, они все по числу уже больше тогда не могут существовать. Также не может существовать Рига, Центра Далема, Тупамацкола, которая очень престижна, но просто там очень маленькое здание, туда больше никак не... Не затолкнуть. Не затолкнуть. Также мы не думаем, как этот объем учеников в школе, громадной школе... Не, 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 мы уже достали новую, новую, новую помещение, все там в порядке. Но вариант какой? Мы как-то не думаем про то, как это потом, громадное число учащихся, куда их поместить? Им тогда надо вообще другие школы строить. Как это все с этим новым стандартом объединять? Мне кажется, это просто мы хотим реформировать все подряд сразу. И как-то вообще не смотрим, как это с детсада до докторантуры, как это все будет между собой связано. Что кажется, я верю, что могут быть отличные, очень успевающие школьники в глубокой глубинке, но все зависит от этого учителя первого по шестой класса. Если он хороший учитель, эта школа может находиться, ну, не знаю, там, 3 метра от границы, и она будет успешна. Но если эти учителя не настолько профессиональны, тогда эту школу сохранять просто ради сохранения, ну, не знаю, стоит ли. Но все-таки феномен академика Ле Лаусеса с чем связан? Ему повезло с учителем или просто тогда была какая-то другая система, другой отношение к этим школам? Во-первых, повезло с программой школьной. Раньше надо было, ну, извините, и латынь, и греческий в средней школе изучать, и что еще, и всякое еще. И на этот момент экзотические вещи. Но сейчас я боюсь, что у него не было бы культурной среды, где он так мог бы найти мотивацию. Ой, извините, он мне вот тут. Хорошо. Радиослушатели, приглашаем звонить к нам в студию, задавать вопросы по телефону 672-12-93-9. 672-13-93-9. Я бы добавил тут немножко. Да, пронесла. Значит, мы проводили тоже одно из исследований о оптимальном размере школы. Ну, как бы это было неприятно слушать тем, кто вот пытается протолкнуть, как говорит Эви, вот эти... Непонятно, откуда возникшие нормативы. Правда, это было 10 лет назад. У нас оптимальный размер школы был 250 человек. Да, вот. Вот для получения, да, хороших результатов обучения с коллективом педагогов. Ну, там много факторов должно быть. Вот 250. Это первое, что я хотел дополнить коллегу. А второе, я открыл страничку по сводным результатам по умению чтения. Вот это исследование было. Значит, сейчас будет... Что это за исследование? Назовите, пожалуйста. Это международное сопоставительное исследование, которым я все время пользуюсь, которое мы обязательно должны в декабре обсудить, потому что будут самые последние данные. А это данные 2015-2016 года. Я потом откомментирую динамику за 20 лет, но пока скажу по поводу той темы, которую мы обсуждаем. Малых школ. Маловская школа и сельская школа. Очень большая разница. Ну, я так скажу. 40 баллов разница. Да, там 570 в Риге. Да. Это средний. По умению читать. Да, ну, есть. По пищебальной шкале, по Латвии. Да. А по сельским школам 530. Да? 570, 530. 40 баллов отличается. Вы говорили в прошлый раз, что чтобы нагнать 30 баллов, нужно полтора года. То есть это, может быть, не такая страшная разница? Ну, не знаю. Это, значит, 10-й, 11-й класс совпадают. Да, то есть 11-й, 12-й. Ну, в общем, это плохие показатели. Вот. Но тенденция вот такая есть. Но. Я вот тут уместно буду сказать. Некоторые страны, не буду называть, люди могут зайти в интернет и увидеть. Да? За 20 лет, я уже говорил, я нашел материалы. Оказывается, в нашей республике исследования проводятся международные. Мы участвуем, Латвия участвует с 2000-го года. И вот тут есть сравнение 2000-й и 2003-й. Соответственно, можно сравнить 2015-й и 2000-й. Так некоторые страны, да, с 38-го места за это время продвинулись по умению чтения. Там два очень важных фактора понимания текста. И вот то, что вот специалист по литературе, ну, литературе, ну, там свое название имеет, да, с 38-го на первое место, да. Вот. И вот эту страну сейчас, или этот язык этой страны, да. Ну, Россию вы имеете в виду, что ли? Я имею в виду Российскую Федерацию, да. Вот они сейчас на первом месте за вот эти 18 лет. И теперь мы имеем решение буквально 15-го ноября не разрешать на этом языке. А на языке ЕС можно, да. А если посмотреть некоторые страны ЕС, которые продвинуты, да, они как были на 38-м, 39-м месте и остались. А у некоторых есть снижение. Да. Ну, так вот, для человека, который думает раз и имеет доступ к этим материалам, они, насколько я догадываюсь, вот эти материалы открыты. Вот на вот этой языке. А о чем вообще говорят навыки чтения и понимания текста? То есть это как бы... Это вот к специалисту. Потому что я такое сейчас не скажу. Ну, пока читать не научишься, не будешь. Не физикам, не химикам, не кем. Ну, это, увы, самое-самое-самое-самое важное. Смотрите, я маленькую вставочку изменю, чтобы перейдем в первый раз, кстати. Да. Смотрите, какая интересная штука. Исследования проводятся, да, по естественно-научной грамотности, по математической грамотности. Сейчас включили IT. И во всех этих отдельных исследованиях обязательно отдельными факторами два идут. Да. Это по пониманию текста, по умению читать. Да. Ну, нельзя обязательно. Это основа. И я говорю, коллега говорит всегда об этом. Я это тоже поддерживаю. А нас сдвигают, да, понятно, куда. Нет, ну, вот тут один вот такой вот момент, где я думаю, что это не зависит от языка, это зависит от методики преподавания языка. Я сказал. Потому что, ну, я не говорю, что учиться на одном или другом языке лучше или хуже. Я думаю, просто насколько развита методика преподавания одного или другого языка. И вот если я понимаю, где ваша боль, я думаю, я думаю, то, что, ну, моя партия не поняла бы меня, но я считаю, что в частном образовании можно было оставить свободу выбора более широкую. Да, такие же самые экзамены, но путь, как ты доходишь до этих экзаменов, оставить более на выборе частных. У нас есть звонок, давайте послушаем. Моя партия так, конечно, не думает. Добрый день, один слушатель. Александр, знаете, интернет – это великая вещь. У меня многие сейчас знакомые учат детей русскому языку и русской литературе по интернету дистанционно в российских школах. Вот так. Берите пример. Спасибо. Хорошо, спасибо за ваше замечание. Ну, я думаю, что… Ой, можно сразу отнестись? Сразу. Да. Я уступаю тебе. Пожалуйста. Не, ну, чему можно по интернету научить? По интернету можно как-то, ну, разные задачки, там, разное всё, там, грамматику, использование языка и всё такое. Ну, подсаживать ребёнка к интернету ещё более, чтобы ему преподавать литературу, вот тут я как-то до конца не верю. Потому что вопрос, как мы понимаем тогда это преподавание языка. Он сидит, слушает умные лекции, ну, про там, не знаю, восприятие чего-то в какой-то книжке. Или он сам ведь и не участвует. Это ведь, ну, это ведь… Интерактивный процесс? Там интерактивности не хватает. Недвух, нет посторонний процесс. И из-за этого, ну, я сама очень много работаю, ну, именно по преподаванию литературы. И я знаю, как им важен этот диалог. Я думаю так, вот про этого героя или как-то по-другому, или мы там ругаемся. И один из критериев, как они получают высокий балл, если они, ну, доказывают, что их мнение радикально лучше моей старческой. Я говорю, им не надо думать, как тётенькам под 40. Им надо думать, как детям 16-17 лет. Им просто я могу помочь найти терминологию, образ строения, там, не знаю, предложения и всё остальное. Но я не верю, что из лекций одних хватает, чтобы хорошо выучить из-за. Хорошо, у нас есть звонки. Мы сейчас прервёмся буквально на несколько минут на рекламную паузу. Пожалуйста, будьте настойчивы, дозвонитесь в студию через несколько минут, и мы вернёмся к вам. Микс Ньюс. Ещё раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Продолжаем нашу передачу про образование, про качество образования. В студии у нас руководитель и основатель педагогического центра «Эксперимент» Пронеслав Зальцерман и педагог Агенскалской гимназии Ивета Реттенейко. И мы вот только что говорили о том, как связана возможность ребёнка себя проявить и вот то самое качество образования. И почему-то сейчас у нас основной акцент в государственной системе делается на то, что качество образования увязано именно с количеством школьников в школе. А если оно слишком маленькое, причём слишком маленькое, это как-то считается непонятной методикой и непонятно кем, то, значит, такую школу надо закрывать и переводить ребёнка в какой-то комбинат усиленного образовательного процесса. Нет, увеличенного количества участников. Увеличенного количества участников, да, учащихся. У нас есть звонок, давайте мы послушаем радиослушателя. Добрый день, говорите. Алло, здравствуйте. Вы знаете, вот я очень сожалею, да, что я не учил латышский язык, да, это правда. Вот, и я всегда считал, что... А сколько вам лет, извините? Можно спросить? Мне 53 года. А, 53. Да, 53. Вот, и люди, которые... Всегда завидовал людям, которые знают много языков, да. Но у нас было так, в то советское время, когда я учился, да, очень было плохое преподавание латышского языка. И я считаю, именно на этом надо сделать ударение, да, не запрещать обучение на родном языке, а сделать ударение на государственный язык, обучение, как бы, ну, вот, все же хотят, ну, как, я так понимаю, что латыши хотят, чтобы я с ними общался на латышском языке, правильно? Это нормально, это хорошо, да, если бы я умел. Вот. Но им же не обязательно, чтобы я знал хорошо математику на латышском языке, правильно? Неправильно. И здесь такая ситуация, что вот что сейчас происходит, как хотят перевести вот эти, ну, русские школы на латышский язык, да, я вам скажу честно, читая иногда там литературку, да, и вот у Гитлера в Майккаунте, да, по-моему, 54-я или 56-я страница, один в один сейчас делается вот эта система, да, как рекомендовал Гитлер, вы понимаете, в чем проблема? Под копирку, если вам интересно, зайдите в интернет и прочитайте, да? Хорошо, мы обязательно обратимся к творчеству товарища Гитлера, спасибо вам за ваше мнение. Ивета, скажите, пожалуйста, вот, ну, все-таки изучение латышского, обучение на латышском, стандарты образования, которые как бы унифицировали в сторону понижения требований к ученикам латышских школ для того, чтобы ученики, ну, так сказать, школ нацменьшинств хоть как-то могли сдать этот экзамен. Вот как вы это можете прокомментировать, как педагог, который работает с детьми? Нет, ну, это очень смешно, мы их просто, мы даже своих этих ребёночков подтягиваем, ну, дрессируем это. Просто у нас очень чётко, ясно, как получать эти пункты, что надо писать, где, в которой странички, и мы больше не говорим про язык, ну, на таком уровне, на каком мне хотелось бы. О красоте, о умении выразить свои язык. Раньше, когда надо было и часть литературы сдавать, чтобы этот централизированный экзамен сдать, качество было куда выше. Сейчас просто это функциональный анализ текста, где очень трудно понять вообще, почему, и мы принимаем только одно, один ответ, как правильно, и там можно ответить очень по-разному. Я думаю, эту структуру экзамена надо будет менять очень радикально. По идее, сочинение это надо оставлять, потому что сочинение именно показывает, насколько человек готов, не готов. Может быть, какие-то задачки, которые показывают, есть ли там базовые знания в описании, но часть анализа текста, она очень… Ну, иногда даже унизительно для Латыша. Оно слишком… Ну, слишком примитивно и слишком как-то, ну, неинтересно формулированно. Им кажется, что это всё элементарно, и из-за этого они там или перестараются, напишут больше, или больше слов, чем надо. Там же смешно. Из-за этого тоже накажут? Ну, наказывают снятием пунктов. В принципе, сейчас, если ты не можешь написать именно… Ну, ведуокус, как же это… Мнение. Мнение именно 70 по 90 слов, тогда ты, значит, не умеешь говорить именно вот в таком объёме слов. То есть, получается, нас все в какие-то рамки загоняют, да? Нет, просто… Ну, опять, чтобы быстрее, дешевле исправить экзамены. Мне кажется, вот один из немногих случаев… Ну, вроде бы ты говорила о том, что, с моей точки зрения, более важно, что нет методики. Методика очень какая-то. Я имею в виду, смотри, методики для преподавания русскоязычных детей, которые, скажем, в семье родной язык материнский, язык русский, методики преподавания латышского языка нет. Это мне говорят все учителя латышского языка, которые у меня работали, да? А она другая, чем методика преподавания латышского языка, как родного. Ну, слушайте, Пронеслав, я смотрела передачу «Запрещенный приём» давным-давно, ну, года три, может быть, четыре назад, которая была посвящена теме изучения русского языка в латышских школах. И там учителя то же самое говорят. То есть, как бы, они жалуются на то, что изучение русского языка и латышского языка, они никак друг с другом не сопряжены. Ну, то есть, условно, там на латышском глаголы ещё не проходили, на русском уже проходят. И, то есть, получается, что дети оказываются в ситуации, ну, как бы, разрушения такого понятийного, какого-то основного аппарата, да? Почему они сталкиваются со сложностями, ну, в освоении языков? Вот, как вы можете... Это то, смотри, есть два момента, я согласен. Это очень важный. Первое – отсутствие методики, то, что я сказал, да, латышского для русских детей. Ну, то есть, отдельно взятый учитель не может эту проблему решить, потому что у него есть некая рамка. Это первая проблема. Вторая, вот то, что вы отметили, она решена на самом деле. Методика преподавания русского языка как второго, безотносительно ко второму, разработана одна из лучших в мире. Это тоже признано. Да? Ну, и так далее. И дальше не буду тут развивать. А третья проблема – это увязка между преподаванием, то, о чем вы сказали, да, движением в языке ребёнка по родному языку и по латышскому, по английскому. Это всё должно увязываться между тремя педагогами. Но до этих трёх педагогов это должны сделать методисты. А у нас, к сожалению, методически, ну, это, ну, как, слабое звено. Раз. И второе, мне кажется, там серьёзных научных разработок, да, нет. А они должны быть. Вот и всё. Или это ваше мнение? Нет, ну, эта программа «Лад Диви», ну, она была очень хорошая. И мне очень жаль, что, в принципе, она, ну, уничтожена. Ну, 13 миллионов освоено. Потому что сказали, что билингвальное обучение – это уже плохо, давай не будем этим заниматься, в принципе. То есть, в «Лад Диви» эта программа изучения латышского языка как второго? Да. Это больше учителей по такой программе больше не готовят. А, вот так, да? Да, конечно. Хотя бы это важнее, чем готовить, как по первой программе. Потому что я сама никогда не проходила эту методику. Сейчас я сталкиваюсь всё более с детьми, которые проходят в 10 класс из русских школ. И я, ну, просто методика и тыка. Узнаваю, что они учили, что они не учили. У меня нет ни малейшего понятия, из каких книжек и что, почему они учились. Из-за этого просто я по их ошибкам смотрю, что они вообще не учили. Что учили, что не учили. Но они при этом сдали экзамен государственным за 9 класс. Да, да, да. И даже хорошо сдали. И получили категорию. Да, и хорошо сдали. Но просто несравнительно. Им несравнительно трудно. Им не очень трудно сделать такую контрольную работу, чтобы их мотивировать, а не просто ставить плохую оценку. Потому что ты не можешь перепрыгнуть какие-то пробелы в твоём образовании. И из-за этого всё время какое-то такое лавирование. Потому что, да, я вот вижу, что они больше учили чего-то наизусть, чем латыши. У них, у некоторых, куда шире культурный контекст. Которые, ну, латыши эти книжки не проходили, там, на латышском или на переводе, или как-то так. Это интересно. Но вот зато, конечно, гарумзаимость – это ужас. Фанетика именно. У нас есть звонок. Пожалуйста. Добрый день, мы вас слушаем. Говорите. Здравствуйте. Скажите, вот вопрос к специалистам. А правда ли, что когда будет переведена вся школа на латышский язык, то всё равно дети русские будут учиться отдельно, а латышские дети будут учиться отдельно? Или всё-таки это всё неправда? Спасибо большое. Да, спасибо. Ну, вот, не знаю, если совсем честно, но, в принципе, тут есть разные версии. Тут есть разные версии. Ну, как говорят, моя партия, они говорят про то, что, ну, да, Вену – это школа. Ну, в принципе, все учатся вместе. Просто у тех, у кого разное, другая происхождение, у них свой модуль предметов и отдельное обучение своему родному и родной культуре и всему такому. Ну, в принципе, я боюсь, что ассимиляции много будет, если честно. Ассимиляции русских детей? Не интеграции, а именно ассимиляции. Потому что это дешевле, это как-то… Ну, я боюсь, что… Я не знаю, я не исследовала вот эти принципы, но вот в школу приходят в разные… Ну, у нас 10, 6 десятых классов. В принципе, по этим всем классам, вместе смотря там почти, что класс получается, у кого особенные надобности при изучении латышского языка. Ну, то есть, там дети из бывших латышков. Или русские школы, или просто ребёнок билингвальный, или просто он учился в школе, где латышский был последним приоритетом. Ну, разные варианты. Но им каждому надо в принципе репетитора, чтобы подтянуться к общему уровню. Если дети некоторые очень талантливые, вот из моих шести детей, у которых разный этот уровень билингвализма, некоторые очень быстренько интегрировались. А у некоторых, ну, я не могу поставить… Даже в престижной агентской гимназии. Да, я не могу поставить, ну, хорошую оценку. Мне просто не за что её поставить, просто из-за количества ошибок в тексте. Хорошо, есть ещё звонки. Давайте послушаем слушателей. Добрый день, слушаем вас. Добрый день. Вот такой вот вопрос хочу задать. У нас образование сейчас… Да, там, латышский язык пытаемся сейчас по-латышски разговаривать. Но проблема ведь заключается совсем другому. Приходит ребёнок в школу, ему преподают латышский язык. Сегодня русские учителя, которые, да, говорят по-латышски. Но, извините, всё-таки в подавляющем, ну, в подавляющем большинстве не скажу, но во многих школах оно продолжает. Конструкция этого предложения остаётся на русском языке. Она какая была, такая и осталась. И вот эти бедные дети изучают математику непонятно как. Строят неправильные конструкции, предложения, они их слушают, они их говорят. И потом мы получаем латышский такой, с такой правильной конструкцией. Ну, ваш вопрос в том, насколько нужно латышскому народу такой суржик или что? Вопрос заключается в том, насколько вот нужно образование на латышском языке для русских в Латвии. Поскольку для русских в Латвии нужны дополнительные уроки латышского языка, чтобы они правильно конструировали предложения, чтобы они правильно могли высказать свою мысль в латышском конструкции предложения. Понятно. Хорошо, спасибо. Спасибо за ваше мнение. Сейчас мы послушаем, что нам Иве-то скажет. Вот это именно тот аспект, почему я была очень скептическая. Тогда, когда все так очень порадовались, что, ну, сейчас мы переходим на очень интенсивное обучение на латышском языке. Перейти-то мы можем, но мы не можем это сделать качественно. Рапортовать, то есть мы можем сделать качественно? Мы можем, ну, в принципе, как. Что не понимают националисты, ни с одного края, ни с другого. То, что владеть латышским языком, чтобы получить высшую эту степень, элементарно, в принципе. Довольно элементарно, если у человека все адекватно с восприятиями, ну, вообще реальности. Но преподавать на этом языке – это совсем что-то другое. Им ведь никто никогда не учил, этим учителям, как учить этот предмет на другом языке. Ну, это поколение выберет, придет новое. Я не сталкивалась с такими курсами, на которых преподавали бы, как преподавать биологию по-латышски тем, которые не латыши. Потому что вот история, биология, вот такие предметы, где именно лексически очень много новых слов, там, в принципе, новую тему надо преподавать, параллельно давая им, ну, не знаю, словари или какие-то подбор слов. Потому что, ну, элементарно, там название культур, название древних разных аппаратов, там, предметов – это же все надо с нуля учиться. Я не говорю про то, что там строение предложения какое-то другое. Там разница не настолько глобальная, чтобы это не научиться. Имея в виду родство русского и латышского, по сути. Ну, это не настолько разные языки, чтобы это было бы, ну, слишком неподъемно. Но проблема именно на лексическом уровне и на фонетике, конечно. Ну, вот вы говорите, в вашем классе шесть детей. Не, не в классе, я учу три параллели. В одном классе два ребенка, в другом три ребенка. Надеюсь, это много. И это много, потому что… Из школ нацменьшинств. И это много для вас, как учителя, это создает нагрузку. Никогда раньше не было так, что в классе было несколько детей, у которых или билингвальная семья, или уровни ужасные, разные. И от меня что ожидают? Что я подготовлю талантливых к олимпиадам и конкурсам. И с меня, конечно, ожидают, что я их подготовлю к экзаменам. А мне их надо просто подготовить, чтобы они вообще смогли нормально на латышском разговаривать про сложные темы. Да, они на бытовом уровне прекрасно владеют латышским. Но когда они начинают писать, ну не знаю, про литературу, тему, которую мы проходим… Про социализм? Ну все равно, даже если про это, ну там очень трудно получается. Хорошо, есть еще звонки, давайте послушаем. Добрый день. Алло, добрый день. Вы знаете, интересная тема, у вас очень интеллигентная, приятная. Интеллигентная тема, да. Но хотелось бы немножко уйти меня, Алексей, зовут. Хотелось бы уйти все-таки от непосредственно лингвистической филологии. Чуть-чуть в рамке все-таки это все политизировано. Скажите, вот латышская интеллигентка как-то осознает то, что устроив лингвистический геноцид, они такую бомбу под свое государство закладывают, да, потому что в советское время латыши учились спокойно на своем языке государство. Советское давало массу возможностей сохранить язык. Почему такая неприязнь к русскому? Ну понятно почему, да. И они не боятся, что через какое-то время может вообще стать вопрос, когда будем восстанавливать русское образование, что нужно ли латышское сохранять точно так же в отмеску. Хотя русский народ обычно не такой злобный. Ладно, спасибо вам большое. Ивета. Ну нет тут никакого геноцида. Это во-первых... Вы же сказали, что ассимиляция будет. Ну, я говорю, что геноцида нет. Просто тут давай элементы ассимиляции тут слишком явные. Ну, я такая... Вас исключат из партии Ивета. Исключат, исключат. Вот и не исключат. Исключат, я знаю. Но в принципе вариант какой, что да, я думаю, что все могут учиться вместе. Но каждому нужно то, что нужно именно ему, ребенку, для развития. Некоторому может быть тот же... Но это идеализм. Если в школе много детей, можно подобрать эти корзинки, предложения, которые ребенку подходят. Если школа маленькая, ну там, увы, надо очень сильно отрабатывать просто базовое образование. Ну, я не хочу, чтобы вот такие вот слова, как там геноцид и все такое, это слишком громко сказано. То, что некачественно латышскому обучают, это да. Это я... Есть еще вопрос. Добрый день, говорите, вы слушаем вас. Я вам сразу скажу, значит, у меня дочь, врач. Выше образование на латышском языке. Она исключительно разговаривает на трех языках, да. Училась билингвально. А то, что вы говорите по поводу образования, так сказать, в одной школе и все на латышском. Да, мы считаем, русские, что это геноцид по отношению к нашему языку. Понимаете? Вы сделали такую минус, что у нас здесь не существует. Понимаете? У нас здесь не существует. Ну, как так можно? Вы знаете, в советское время мне попался один человек, который сказал, кошмар какой. Я просыпаюсь, и мне сны снятся на русском языке. Вы что, чем вы занимаетесь? Вы скалываете общество, понимаете? Оно не будет сплочено. Ладно, наверное, это не в компетенции наших экспертов сейчас говорить о сплочении общества. Но мы сейчас говорим, да. Про то, что сны могут сниться на разных языках, это правда. Это не обязательно на латышском. Я год прожила в Финляндии, отучилась. Ну, на английском я училась, не на финском. И я начала на английском сны видеть. Просто если ты очень интенсивно используешь какой-то язык, то это нормально перейти на другой язык. Да, есть еще один звонок. Добрый день. Нас сегодня... Да. Да, добрый день, мы вас слушаем. Вы знаете, мне хотелось бы, чтобы ваш гость ответил на вопрос немножко с другой стороны. А как вы думаете, какие прогнозы для латышского языка после того, как в латышских школах будет половина класса русскоязычной, из русскоязычных семей? То есть, потому что латышских школ для русских не будет все равно. То есть, это будет по факту все равно все русские будут стремиться в латышские школы. А что будет после этого с латышским языком? Мне интересно ваше мнение. Спасибо. Ну... Сейчас за всю Латвию ответишь. Я буду скептически. Потому что в том классе, где мне надо работать с русскоязычными детьми, я латышям могу менее внимания обращать. И из-за этого, ну, как-то там пропорционально немножко теряется. Но я думаю, что куда более латышскому языку опасна не эта ситуация, когда детки будут учиться вместе. Они, может быть, не уйдут до такого высокого академического уровня или художественного уровня знания языка. Это меня не пугает настолько много, как меня пугает вот эта дискуссия про язык науки. Потому что, ну, если латышский филолог серьезно допускает ситуацию, что можно... Это министр Шуплинская. Да-да. Что диссертацию надо писать на английском? Тогда мне просто нету слов, которые можно по радио говорить. Спасибо большое нашим экспертам. Это были Ивета Ратыниненко, педагог Агентсканской гимназии, депутат Рижской думы и основатель педагогического центра «Эксперимент» Бронислав Зальцерман. Мы сегодня говорили об образовании. Наверное, мы еще когда-то встретимся для того, чтобы поговорить о засиле английского и о том, какая судьба ждет латышский язык в стране, где он является единственным языком. И родина его, к сожалению, к нему сейчас как-то поворачивается тоже не всегда хорошей стороной. С вами была автор и ведущая Людмила Прибыльская. Встретимся в следующий четверг. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо.